Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Skladis, продаж запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим контроль питания на iPhone 5S, 5C и SE. Почему я перечислил все эти три модели? Так как три этих печатных платы идентичны на 99%. Конкретно это печатная плата от iPhone 5S. Приступим. Для начала нам необходимо снять металлическую защиту. Она снимается довольно-таки просто. Если вы дошли до этого видео, у вас не составит трудности ее снять. Вот тут находится микросхема питания. Ее мы и будем снимать. Будем ставить вот это новое микросхема питания. Для того, чтобы заменить микросхема питания, микроскоп не нужен, но я вам приближу под микроскопом. Необходимо залить флюсом. И нагреваем феном. Фен разогреваем до 320 градусов. Но может быть на вашем фене понадобится и больше температуры. Это уже в зависимости от вашего фена. Рядом находится микросхема. Помимо контроллера питания, соответственно, поток воздуха должен идти только на микросхему питания. Ну, ее еще называют контроллером питания. Вот как вам удобно. В каких же случаях нужно менять микросхему питания? Ну, микросхема питания во многих случаях при поломках меняется. К примеру, если аппарат не заряжается, это может быть проблема с микросхемой питания, но может быть и контроллер 3-стар. То есть вам необходимо правильно продиагностировать аппарат. Также, если аппарат не включается, либо какая-либо функция в аппарате не работает, это также может быть неисправим контролем питания. Соответственно, на данном видео мы вам показываем, как снять и поставить новую микросхему питания. Как же ее диагностировать, то есть как убедиться, то есть проблема заключается в самой микросхеме питания, либо иная проблема. Это вы увидите на следующих видео. Кстати, диагностика – это самое сложное в ремонте телефона. То есть самое сложное – выявить проблему, а не устранить ее. Вот, мы пошатали, то есть микросхема отпаялась. Теперь будем ее аккуратно снимать. Снимаем ее аккуратно. Все, сняли. Теперь необходимо зачистить контактную площадку. Это делаем паяльником. То есть нужно убрать все с контактной площадки, так как новая микросхема идет уже с ножками. Зачищаем. Теперь устанавливаем новую микросхему питания, он же контроль питания. Устанавливаем просто ровно. Его нужно обязательно поставить правильно, чтобы он стал ровным. И нагреваем так же ее до 320 градусов. Еще раз повторю, на вашем фене температура может отличаться. Чтобы определить, припаялась микросхема или нет, соответственно, вы можете это сделать пинцетом. То есть немного пошатать микросхему. Буквально слегка. Если вы ее чуть сильно шатнете, а она у вас съедет, то придется заново ставить новую микросхему питания. Ну, либо это уже просто перекатывает ножки трафаретом. Мы же это проверяем уже по опыту. То есть немного микросхема сдвинется. Это обозначает, что она припаялась. То есть на видео вы это сейчас увидите. Вот она встала. Все, микросхема припаялась. Теперь нам необходимо установить металлическую защиту и очистить от флюса. Ну вот, мы установили микросхему питания, то есть показали вам на видео. Теперь мы будем очищать флюксофом, чтобы не было флюса на печатной плате. И ставить металлическую защиту. Как она ставится, мы показывать не будем, так как это делается очень просто. Все, мы поставили металлическую защиту. Мы вам показали, как заменить контроль питания на iPhone 5S, 5C и SE. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok